Если верно, я считаю, что данный состав Советов способен обеспечить общественное значимое интересы граждан всех уровней при решении наиболее важных вопросов в деятельности правоохранительных органов. Обратите внимание на то, где плохо оказываются услуги населению, где плохо сработали сотрудники органов внутренних, потому что проблемы-то существуют. И, пожалуйста, это МРЭО оказалось, это сдача прав в том же по линии ГИБДД, это сейчас оказание услуг государственных, где вдруг очередь образовалась и почему она. Общественность все видит и среагирует, а мы, конечно, уже потом подправим. И вот я сегодня не стал в докладе говорить, это вот я говорил один пример, это работа с несовершеннолетними, она есть. Это взаимодействие по контролю за территориальными органами внутренних дел есть. Дежурные части, председатели и члены общественных советов проверяют, приходят, как оказывается услуга населения. Значит, как принимается заявление, ну и про те вопросы, которые я уже говорил, за то, чтобы соблюдались права граждан в органах внутренних дел, в работе с ними наших сотрудников, это тоже осуществляется. Та же работа со средствами массовой информации, постоянно освещение работы полиции. Ведь у нас зачастую привыкли, полицейские это плохо, полицейские это нехорошо, критика, жареные факты. А когда припрут в уголочке в темном, ни мама, ни папа кричат, кричат полиция, милиция. Мы с Андреем Петровичем в прошлом году поехали к мальчику, который своей грудью остановил бандитскую группировку в Оксайе. И в госпитале, когда мы к нему подошли, лежащему с перебитой пулей рукой, я ему говорю, сынок, тебе же не страшно было, как ты? Ты же герой. Он говорит, это моя работа. Мальчик лет сколько ему, 25-27, да, Андрей Петрович? Вот, это моя работа. Я эти слова запомнил очень хорошо. И вот таких на работе, ребят, рискующих жизнью ежедневно, десятки, тысячи у нас в области, у нас в стране. А мы о них часто умалчиваем. Так вот, через общественные советы, я думаю, это мы будем доводить до граждан, в первую очередь, чтобы понимали.